Всем привет! Меня зовут Сабина и с вами редакция STP. Как известно, искусственный интеллект — одна из самых широко используемых технологий 21 века, которая породила огромное количество интернет-ресурсов, основанных на нейронных сетях. В этом видео я расскажу вам про наиболее популярные из них, чтобы вы не запутались среди их огромного количества и смогли найти что-то полезное для себя. В первую очередь хочу рассказать вам про сервис DEL2, который преобразовывает ваши текстовые запросы на английском языке в соответствующие картинки и изображения. При этом ваш запрос может состоять из любого количества слов и быть абсолютно несуразным. Чтобы создать профиль DEL2, понадобится номер телефона и электронная почта. Регистрация там бесплатная. Чтобы получить результат, вам необходимо вписать текстовый запрос в поле. Например, давайте напишем «Собака, спрыгивающая с самолета в море». После активизации аккаунта каждому пользователю дается по 50 кредитов, которые израсходуются по мере того, как он записывает текстовый запрос. И после второго месяца использования каждому пользователю дается только 15 кредитов, и после этого они не будут пополняться, и вам придется либо взять подписку, либо создать еще один аккаунт и воспользоваться им снова. Альтернативным сайтом на базе искусственного интеллекта, который также обрабатывает ваши текстовые запросы и дает вам определенную картинку, является Краин. Он, к сожалению, тоже не поддерживает русский язык, но пользоваться им несложно, потому что для этого даже не нужна регистрация. Для того, чтобы искусственный интеллект сгенерировал изображение, необходимо ввести текстовое описание или любое слово на английском языке в специальном поле и нажать кнопку «Draw». После этого нужно подождать, пока изображение будет готово. Следующим ресурсом, о котором я хочу вам рассказать, вы, должно быть, были уже наслышаны, это чат GPT. Тот самый чат-бот, способный отвечать вам на любые вопросы и интерактивно участвовать в обсуждениях. Он основан на базе, собранной со всего интернета, поэтому он предоставляет самую полезную информацию, и его особенностью является то, что он превосходит многие ограничения, которые до него были в других ресурсах с использованием искусственного интеллекта. Дело в том, что чат GPT может заменить человеческий интеллект, потому что он не только дает автоматические ответы на вопросы, но и ответы с учетом предыдущих разговоров. Пользоваться им можно как на английском, так и на русском языке. Давайте посмотрим на примере. Помимо создания контента, чат-бот поможет вам с лингвистическими задачами, с обобщением, переводом и составлением приложений. Следующий сервис под названием Palette поможет осовременить ваши черно-белые фотографии, сделав из них цветными. Также на сайте имеются определенные варианты раскраски, и вы можете выбрать любую по своему желанию. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на главной странице загрузить фотографию, в которую хочется добавить цветов, подождать пару секунд, пока изображение обрабатывается, и затем выбрать нужный вариант обработки. Следующим ресурсом на основе искусственного интеллекта является сайт Magic Ariser, который предоставляет фотоинструмент, способный удалить любые ненужные элементы с вашей фотографии за считанные секунды. Вам необходимо выбрать определенный размер кисти и выделить то, что хотите удалить. После этого нажмите на кнопку, чтобы все ненужные предметы исчезли. Как только вы закончите с удалением объектов, новое изображение можно будет скачать в среднем качестве бесплатно. Следующий онлайн-сервис создан украинским стартапом благодаря искусственному интеллекту, он называется Let's Enhance. Благодаря нему можно масштабировать и приближать любые фотографии без какой-то потери качества. После загрузки фото сервис предлагает три варианта обработки. Фильтр Magic максимально улучшает качество снимка, увеличивая его разрешение, а Boring убирает некоторые артефакты, логотипы и другие лишние элементы. Особенностью ресурса является то, что им можно пользоваться без регистрации, но если вы хотите скачать фотографию в самом лучшем качестве, вам все равно понадобится платная подписка. Следующий сайт будет полезен тем, кому сложно писать эссе или сочинение на английском языке. Сайт Quillbot.ai использует искусственный интеллект для того, чтобы предсказывать ваши мысли и помогать вам с формулировкой приложений на английском языке. Однако в бесплатном доступе ресурс предоставляет один режим для исправления текстов, проверку грамматики и анализ синонимов. Для использования следующего приложения, созданного Google Creative Lab, вам понадобится телефон, потому что с ноутбукой им не воспользоваться. Think Translator позволяет навести камеру на какой-то предмет и узнать его значение на другом языке. И преимуществом является то, что приложение бесплатное. Пока доступно только 10 языков — английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, китайский, японский, корейский, индийский и голландский. Важно также, чтобы в Хатре не было других предметов, которые могли бы запутать систему. Следующий сайт также был создан в Google совместно с талантливыми художниками. AutoDraw — это бесплатный сервис, который превратит любые ваши каракули в красивые рисунки с четкими линиями. Машинное обучение, лежащее в основе AutoDraw, сравнивает исходный рисунок с базой данных изображений и быстро формирует оточенную версию рисунка. На этом мы сегодня закончим. Читайте полный материал у нас на сайте и ждите следующих выпусков. Пока!